Римо-католические принципы будут приняты под покровительство и защиту государства. Это национальное отступление быстро приведет к национальной гибели. Ревьюен Геральт 15 июня 1897 года. Посмотрите то, о чем здесь сказано. Эта статья вышла 23 июля 2018 года. Наша программа понимания пророчеств не будет сегодня слишком продолжительной, как мы обычно ее проводим. Католический веб-сайт Крокс говорит следующее. Государственный секретарь Соединенных Штатов сказал, «католическая церковь играет центральную роль в отстаивании религиозной свободы» И когда мы слышим или читаем эти слова «центральная роль», какие синонимы мы можем использовать вместо этого? Я бы сказала, основную роль. Обратите внимание, о чем здесь говорится. Прочти, пожалуйста, ниже, Хиллари. Государственный секретарь Майк Помпео говорил, что Папа Франциск и католическая церковь играют центральную роль в отстаивании религиозной свободы. Помпео говорил это в Ватикон Ньюз. Перед первым министерским совещанием по продвижению религиозной свободы, которое произойдет в Вашингтоне, когда Хиллари? С 24 по 26 июля. Начиная с какой даты еще раз? Начиная с 24 июля. Итак, сегодня вторник 24 июля, и до четверга 26 июля это соглашение, это собрание, этот саммит будет проходить в Вашингтоне, ДС, и заметьте, это говорит государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео о том, что Папа Франциск и Рима католическая церковь будут играть центральную роль, главную роль, основную роль в борьбе за религиозную свободу. Позвольте нам представить сейчас еще один абзац, в котором записано потрясающее заявление. Здесь сказано следующее. Государственный департамент пригласил министров иностранных дел из более чем 40 стран. Представители международных организаций, религиозных лидеров и представителей гражданского общества обсудить проблемы и определить конкретные способы борьбы с религиозными преследованиями и дискриминацией с целью обеспечить для всех большее уважение, свободы, вероисповедания. И когда мы объединим этот абзац с предыдущим, то мы поймем, что здесь идет речь о государственном секретаре администрации Трампа. Нам известно, что Соединенные Штаты Америки в настоящий момент являются сверхдержавой с точки зрения военной мощи. И Майк Помпео собирает вместе, взгляните на экран, министров иностранных дел и также кого еще, красным шрифтом написано. Религиозных лидеров. И так он собирает лидеров церкви и государства со всего мира и после их созыва, что сказал Майк Помпео о том, кого должны слушать эти министры иностранных дел и религиозные лидеры. И за кем они должны следовать. За римским католицизмом и, разумеется, также за Папой Франциско. Все это выглядит так, как будто их втягивает в какую-то нехорошую историю. Мы здесь можем видеть, как исполняются пророчества Библии. Собирают руководители церкви и государства и им говорят, а сейчас, с этого момента, следуйте указаниям Папы Франциско. Давайте откроем Библию, давайте посмотрим, как исполняются эти пророчества. Книга Откровения 13 глава 3 стих говорит о смертельной ране папства, которая была исцелена. И весь мир, что делал Хиллари? Дебился, следя за зверем. Удивлялся, следя за зверем. И затем Библия повествует нам о том, каким единственным способом весь мир может удивляться, следя за зверем. Стихи 11 и 12 говорят нам, Библия говорит нам о том, что Америка приведет всех живущих на земле, стих 12, к тому, что они будут поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Посмотрите внимательно. Итак, мы видим, как происходит объединение этих двух сил, и как исполняются пророчества. Это говорит нам, что закрытие двери благодати уже весьма близко. Давайте обратим особое внимание на первое предложение этого абзаца, и сфокусируемся на отмеченном красным шрифтом. И обеспечить для всех большее уважение к свободе вероисповедания. Это на самом деле звучит очень противоречиво, как гримо-католическая церковь может выступать в защиту религиозной свободы, тогда как в прошлые времена она полностью противилась религиозной свободе. Да, это вполне справедливое замечание. Но некоторые критики могут сказать, почему вы, почему ты Эндрю Энрикес и ты Хиллари Энрикес, и ваша местная община спасенных служить, и снова пророчествуй, и также ваши единомышленники во всем мире, чем вы так обеспокоены. Вы говорите все время, что объединение церкви и государства приведет к тому, что наступят преследования и гонения для народа соблюдающего заповеди Божьи, и произойдет ограничение гражданских и религиозных свобод. Эти свободы будут забраны. В этой статье как раз и говорится о том, что Помпео и Папа Франциск и остальные, они хотят обеспечить большое уважение к чему? К религиозной свободе. Для скольких людей? Для всех людей. То есть, они этим как бы хотят сказать «Успокойтесь», спасенные служить, но обратите внимание на один абзац, который есть в этой статье, здесь сказано. Есть страны, которые разделяют понимание Америки по этим вопросам. Есть те, кто этого не разделяет, и мы хотим переместить каждого из них в правильном направлении, в сторону улучшения положения дел по вопросам свободы вероисповедания. И сейчас обратите внимание, некоторые страны, я хочу чтобы вы сейчас внимательно выслушали это, некоторые страны ограничивают свободу вероисповедания. В большинстве таких стран католическая церковь испытывает на себе давление. И сейчас Америка и Папа Франциск сейчас говорят, давайте встанем на защиту свободы вероисповедания для всех деноминаций. Это делается для того, чтобы Римокатолическая церковь в этих странах заняла более выгодное положение. И когда католическая церковь займет эту нужную позицию, то что произойдет согласно тому, что говорится в пророчествах? Все последуют за политикой папства. Давайте как-то подтвердим эту мысль. Книга Даниила, 7 глава. В 7 главе книги Даниила, стихи 7 и 8. Видим ли мы здесь, как Римская империя передала католической церкви силу свою, и престол свой, и великую власть? Это стихи 7 и 8 книги Даниила 7 главы. А что происходит и что описано в 25-м стихе? Преследование святых Всевышнего. Стих 25-й. «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмещает отменить у них праздничные времена и закон. Это важно. И они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени». В книге «Великая борьба» на странице 564-й сказано о том, что многие говорят. Не создавайте панику о том, что делает или говорит папство. Потому что папство больше никогда не будет снова преследовать народ Божий. Хиллари, прочти пожалуйста слова написанные красным шрифтом. «Они не видят в характере и установках католичества ничего враждебного нашим институтам свободы. И не находят в росте этой церкви ничего дурного. Давайте сравним некоторые основополагающие принципы нашего государства с принципами католической церкви. Обратите внимание. Мы сейчас читали то, что написано на 564-й странице. Здесь излагается история папства в 50-60-х годах 19-го века. И мы также читали с 13-й главы книги Откровения. И какой здесь зверь описан, который главным образом символизирует папство? Барс. Зверь, подобный Барсу. А что нам известно о Барсе на основании того, что написано в книге пророка Иеремии в главе 13-й… Барс не может изменить свои пятна… И возвращаясь к тому, что написано на экране, папство ненавидит и презирает принципы Конституции Соединенных Штатов, которая предоставляет гражданскую… И религиозную свободу. И в этом состоит две и даже более причины, почему отцы пилигримы оставили Старый Свет и прибыли в Америку, и основали и утвердили нацию, которая придерживается этих двух основных принципов. Обратите внимание. И также, бывший президент Авраам Линкольн кое-что сказал в свое время о католических священниках, о иезуитах Рима, как они ненавидят наши свободы и желают свергнуть Конституцию в США. Это книга «Великая борьба», 565-я страница. «Примирительные тонны Рима в Соединенных Штатах не свидетельствуют о перемене настроений в папстве. Католическая церковь проявляет терпимость там, где она беспомощна. Вот что говорит епископ О. Коннор «Мы безропотно терпим свободу религии до тех пор, пока не удастся изменить ее на противоположный принцип без ущерба для католического мира. Но мы также должны взглянуть на то движение, которое названо в Библии образом зверя и которое символизирует Америку. Потому как многие люди уже говорят, что Рим изменился, и нам не следует поднимать ненужную панику. Рим якобы поддерживает религиозную свободу. Но с другой стороны, люди говорят, что Соединенные Штаты всегда останутся гарантом религиозной свободы. Но мы видим, как эти две власти объединились для того, чтобы разрушить религиозную свободу. Мы еще увидим это в продолжении нашей программы. Существуют ли какие-то признаки того, что папство ненавидит личную, гражданскую и религиозную свободу? Эти признаки прямо здесь на экране, друзья. Давайте пропустим этот слайд. И это доказывается не только историей, но и в настоящее время папство действует подобным же образом, как и в 1854 году. И это видно из следующего утверждения. Заметьте, друзья, что в этой же статье Майк Помпео утверждает, что Папа Франциск и католическая церковь должны сыграть центральную роль в провозглашении религиозной свободы. Обратите внимание на следующее заявление, что сказал Папа о том, какие принципы должны быть в первую очередь проведены в жизнь для обеспечения религиозной свободы. Он говорит о том, что воскресный день должен быть установлен. И так, Майк Помпео в настоящее время собирает вместе, это прямо сейчас происходит в Вашингтон, Ди Си, где собрались гражданские правители и лидеры церкви, и призывает смотреть на Папу, на его курс действий для того, чтобы бороться за религиозные свободы. Что Папа сказал? Христиане почитая, что Хиллари? Религиозную свободу и для всеобщего блага должны стремиться соблюдать воскресный день и другие праздничные дни, установленные церковью. И все это отмечено в их документах. И еще одно заявление, посмотрите написанное красным шрифтом. Папа сказал, защищая, что Хиллари? Защищая воскресный день, как день покоя, единственный день, который отстаивает свободу человека. Соблюдение воскресного дня во всем мире, если мы будем основываться на пророчествах. Этот закон вначале будет установлен в Америке, но мы уже сейчас видим, какие семена сеются и видны уже даже плоды того, что это будет превращено в международный закон о воскресном дне. Если святые дни католической церкви сейчас уже общепризнаны, как общенациональные праздники, что может еще заставить людей и не сомневаться в том, что воскресный день однажды будет установлен как святой день, запрещается торговля. Да, люди не смогут покупать и продавать, и в этом состоит причина, которая привела уже Польшу к запрету продаж по воскресным дням. Давайте посмотрим этот слайд. Первое предложение, это Би-Би-Си Ньюс говорит, не рабочее воскресенье, это то, в чем нуждаются католики, не католики и просто неверующие люди. Вот какие слова исходят от папства. Хорошо, обратите внимание, и затем он говорит, посмотрите внимательно, Майк Помпео, что он говорит здесь, Хиллари? «Государственный департамент при президенте Трампе сделал религиозную свободу истинным приоритетом.» Это истинный приоритет, или первоочередной вопрос для администрации Трампа, и Майк Помпео сказал о том, что гражданские лидеры и церковные руководители, кто за кем должен следовать, чья политика должна быть принята для того, чтобы бороться за свободу? Политика римского католицизма. И что, по словам папства, должно быть принято? Соблюдение воскресного дня. Так что же является истинным и главным приоритетом для администрации Трампа? Обеспечить соблюдение воскресного дня. Если бы эта администрация Трампа была бы на самом деле за религиозную свободу, почему же были сделаны определенные запреты для мусульман? Устраивается вся эта кампания религиозной свободы. И в то же самое время определенные группы людей не имеют этой религиозной свободы. Точно так же это будет происходить, когда будет принят закон о воскресном дне. Группа людей, которая не подчинится, у них будет забрана их свобода. И вот здесь мы видим, когда Трамп встретился и приехал к Папе Франциску в Ватикан, и что они делали на этой встрече? Защищать, это ключевое слово здесь, человеческую свободу во всем мире. Давайте вернемся и вспомним по тому, как иногда люди забывают. А что же сказал Папа о том, что должно быть принято и узаконено? Защищать, читаем написанное красным шрифтом. Хиллари, что сказал Папа? Отстаивая воскресный день, как день покоя, мы отстаиваем что? Человеческую свободу. Вернемся к статье. Обратите внимание, что здесь сказано? Обеспечить большее уважение, свободы и вероисповедания для какого количества людей? Для всех. Давайте подробнее поговорим об этом. Люди говорят, Эндрю Индрикес, это делается для всех людей. Не будет никаких гонений и не будет никаких преследований, как ты все время говоришь об этом. Для тех, кто соблюдает 10 заповедей, это делается для каждого. Давайте вернемся и вспомним историю. Было ли уже когда-нибудь такое время, когда народ, соблюдающий заповеди Божьи, подвергался гонениям? Да, было. И это приводит нас к событиям, представленным четырьмя конями в книге Откровение 6-й главе. Друзья, смотрите, как исполняются пророчества. Мы видим здесь белого коня, затем конь рыжий, потом черный конь, и в конце конь бледный. Белый конь символизирует чистоту. Это период времени, в которой жили апостолы. И затем идет конь рыжий, который символизирует кровавые преследования во времена императора Диоклетиана. И затем идет конь черный, это времена императора Константина. И как назывался этот эдикт? Миланский эдикт. И заметьте, этот эдикт гарантировал религиозную свободу для какого количества людей? Для всех. Вы видите, друзья? Давайте вернемся к экрану, и после этого Миланского эдикта была установлена свобода для всех верующих в 313 году. Для всех. Но что было принято потом Константином через 8 лет в 321 году? Был установлен воскресный закон. Верно. И когда прошел 321 год, что впоследствии произошло в 538 году и далее? Затем пришел конь бледный. Друзья мои! Вот что произошло! Преследование! Преследование! Пришел конь бледный! Сейчас давайте пройдем очень быстро то, что я сейчас рассказал. Посмотрите, мы с вами только что говорили об этом. Вот вы сейчас на экране видите эти четырех всадников. Заметьте, кровавые преследования Диоклетиана, всех христиан. И затем мы приходим к 313 году. Миланский эдикт, красный шрифт, свобода для всех христиан. Продвинемся немножко дальше. Смотрите внимательно. И затем мы приходим к 321 году. Принят воскресный закон. Константин. И следующий идет конь бледный. Обратите внимание, друзья, к чему призывает папа Франциск? Он призывает к еще одному Миланскому эдикту. Что это означает? Религиозная свобода для всех. Вот вы видите, друзья, как все это происходило. И затем, что произошло в 538 году и далее. Что устроило папство для народа, который хранил заповеди Божьи? Преследование. А к чему же сейчас папа призывает? К обязательному соблюдению воскресного дня. И что сейчас все католики говорят? Давайте прочтем это заглавие. Католическое учение не всегда запрещало смертную казнь. Смертная казнь для всеобщего блага. И что связано со всеобщим благом? Соблюдение воскресного дня. Подобно тому, как Помпео сейчас объединяется с папой для защиты так называемой свободы для христиан, всякий раз, когда мы видим гражданских лидеров США, объединяющихся с римским папой. Что обычно после этого происходит? Они после этого свергают своего общего врага. Посмотрите на экран. Кто эти два человека, Хиллари? Это Иоанн Павел II и Рональд Рейган. И когда однажды они объединились вместе, кого они тогда свергли? Коммунизм. Коммунизм. Их общего врага. Смотрите дальше. И так, что же должно произойти в эти последние дни, когда мы видим, что Америка объединяется с папством? Они объединяются для того, чтобы убрать с дороги тех, которые не хотят оказывать почтение к папству. Большое спасибо. И это сказано в 13-й главе книги Откровения. Стихи с 12-го и до 17-го. Обратите внимание, в 1989 году, когда США объединились с папой для того, чтобы свергнуть своего общего врага. Известно ли вам, кто поддерживал этот альянс, эту конфедерацию, и финансировал это объединение? Прошли, пожалуйста. Деньги для финансирования этого союза пришли из средств ЦРУ, из национальных пожертвований Фонд Демократии, из со счетов Ватикана. Обратите внимание, и так, когда Рейган и Папа Иоанн Павел II собрались вместе, кто их тогда финансировал? Ватикан и ЦРУ. И здесь также говорится, что западные профсоюзы. Дух пророчества говорит о профсоюзах. И, кстати, эти все группы, которые мы упоминали, они связаны с движением за соблюдение воскресного дня. Могу ли я задать один вопрос вам? Какую должность занимал Майк Помпео, прежде чем он стал государственным секретарем? Он был директором ЦРУ. Вот какая связь! Друзья, вы можете остановить это видео и прочитать то, что здесь написано. Здесь помещена статья из католической газеты, которая говорит нам о том, что Уолл-стрит и ЦРУ – это это, образно говоря, пугало революционного латиноамериканского правительства. Их руки, чьи руки, друзья, будут использоваться для того, чтобы свергнуть различных врагов США и католической церкви. А сейчас вопрос к вам. Как расшифровывается это название ЦРУ? Центральное разведывательное управление. Но это управление еще иногда называется католическое разведывательное управление или католики в действии. Посмотрите на это. Майк Помпео, бывший директор ЦРУ, это взято из католического сайта, где говорится, что ЦРУ означает что? Католическое… Разведывательное управление. Как еще, Хиллари? Католики в действии. Хорошо. И заметьте, друзья, что здесь сказано о том, что управление обладает фондами больше, чем другие подразделения, которые занимаются разведкой. Пропустим это, друзья мои. Хиллари и даже два года тому назад, в 2016 году. Хорошо. Расскажи нам, Хиллари, то что здесь произошло. ЦРУ использовала пытки. И правительство говорит здесь, что они взаимствовали эти методы от испанской инквизиции. Давайте остановимся и объединим все эти разрозненные кусочки информации. Майк Помпео, бывший директор ЦРУ. Майк Помпео сказал, чтобы весь мир следовал чьей политики Папы Римского. ЦРУ как расшифровывается? Центральное… Разведывательное управление. Или еще как? Католики в действии. И еще как? Католическое разведывательное управление. Все верно. И обратите внимание, что ЦРУ заявила о том, откуда они получили технику, которую они используют при допросах. От испанской инквизиции. Какое слово здесь ключевое? Инквизиция. И откуда во времена темного средневековья появилась инквизиция? От римского католицизма. Вот как это все связано между собой. Вот как это все связано, друзья! Обратите внимание, существует ли по сей день инквизиция в 2018 году? Посмотрите, вот ответ на этот вопрос перед вами сейчас на экране. Вот здесь 2017 год. Здесь сказано, современный отдел инквизиции существует и в наше время. Интересно почему? Они желают вернуть в полном объеме инквизицию, хотя они достаточно активно действуют уже сегодня. Майк Помпео, заглавие, BBC News. Верноподданный дипломат Трампа и бывший мастер разведки. Остановимся. Итак, Майк Помпео, который в прошлом был директором ЦРУ, а ЦРУ это агентство, которое занимается шпионажем. Но, погодите минуточку. Инквизиция. ЦРУ. Инквизиция. Как звали эту организацию, которая приводила в действие инквизицию, для римо-католической церкви. Хилари. Это были иезуиты. И еще какую работу иезуиты выполняли в различных народах? Они шпионили. Итак, Майк Помпео, иезуит или нет, нам не известно, но только одно можно сказать точно. Работа, которую он выполняет, очень похожа на то, что делают иезуиты. Иезуиты. Посмотрите, это «Великая борьба», страница 235-я. Они становились кем, Хилари? Слугами, чтобы шпионить за своими господами. И где бы они не были, они повсюду что делали? Способствовали возрождению папства. Давайте вернемся назад, прежде чем мы окончим на сегодня. Майк Помпео говорит, что он желает, чтобы Америка и весь мир следовали бы чьей политике? Папы Римского. И затем он говорит, две вещи тесно связаны. Защита свободы вероисповедания и экономика. Давайте это прочтем. Хилари, пожалуйста, красный шрифт. Он сказал, что религиозная свобода, права человека и экономический успех тесно связаны. Итак, что говорит папа о том, что должно быть принято для того, чтобы защитить свободу вероисповедания? Воскресный день. И сейчас Майк Помпео говорит, что это связано с чем? С экономикой. Исполнение какого пророчества мы видим сейчас? Откровение 13 глава стих 15. Те, кто откажется принимать начертания зверя, они будут лишены возможности покупать и продавать. Вы видите, что происходит? Давайте просто быстро пройдем и посмотрим это. Посмотрите внимательно. Майк Помпео является государственным секретарем в какой одной из трех ветвей правительства? Исполнительная власть. И он говорит, чьей политике весь мир должен последовать? Папы Франциско. Итак, чья политика должна прийти в Америку? Римского католицизма. Какой ветви власти он принадлежит? Исполнительная власть. А что сказал Пол Райан несколько недель тому назад? Он является спикером Палаты представителей. И он сказал, что Америка нуждается в католицизме. А какой ветви власти принадлежит Пол Райан? Он законодатель. И что произойдет сейчас в Верховном суде? Он начнет убеждать, и он также иезуит. Римокатолические принципы будут приняты под подкровительство и защиту государства. О, друзья мои, посмотрите последнюю информацию. Пол Райан сказал, что он желает, чтобы католическое социальное учение было применено в США, дабы исполнить призыв Папы Иоанна Павла II к новой евангелизации. А что же это означает? Позвольте Папе ответить на этот вопрос. Прочти, пожалуйста, заглавие, Хиллари. Евангелизация означает обновление католических постановлений. И какое же самое главное учреждение или постановление католической церкви? Святость воскресного дня. Майк Помпео, 19 июля 2018 года, и о чем он здесь говорит? Администрация Трампа делает громкий призыв к религиозной свободе во всем мире. Громкий призыв, трубный звук. Дуют ли они в свои трубы? Мы видим, что да. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...